Доброго всем утра! У нас почти восемь часов, сейчас иду прогревать машину. Ровно восемь, кстати. И пока будет прогреваться машина, я быстренько оденусь нормально и еду за полисом Гриша. Представляете, его еще в августе или в начале сентября сделали, а я его до сих пор не забрала, так что еду забирать. Так, ну что, я уже забрала полис, я уже на самом деле в станице, сейчас в машине заполняю квитанцию, извещение на почту, пришла какая-то посылка из Москвы, хотя я все из Китая заказывала, но сейчас, по-моему, там могут из России приходить посылки, изменили на то, что это Алиэкспресс, так что пошла, получу. Так, вот такая вот коробочка, мне так еще смешно, знаете, 33 рубля еще объявленная ценность. В общем, сейчас будем ее вскрывать, потому что мне не терпится. Так, это вот такая вот черная коробка, немножечко порватая, была просто в пупырке, причем в такой тоненькой. Открываем, а тут аэрограф. Это сам компрессор. Как это называется? В общем, пулевизатор. Сеть. шнурь. Это что такое, не знаю, но, по-моему, тут нет. А, крышечки. Блин. Ну, буду, в общем, смотреть и читать, и это уже, если нет крышки, но, по-моему, она была. Тут вот. стоил он вообще недорого. Вообще недорого, поэтому что я хотела? Нет, его я увидела у Ирины Ляминой в инстаграм, как вполне себе достойный компрессор. Но я еще посмотрю, почитаю про него и потом вам расскажу. Я уже дома. Так, что я накупила? Хурма. У нас уже пошла вот такая вот очень красивая. От 100 рублей, по-моему, стоит. Сейчас я ее открою. Вот она вот такая вот мягкая-мягкая. Не знаю, мы любим именно вот такую вот хурму, которая вот такая вот мягкая. Вот пока довезла, даже она треснула. Она, не знаю, надеюсь, что вкусная, но вот такую вот твердую, как яблоко, почему-то не любим. Грибочков купила 10 штучек. Что-нибудь приготовлю. Уже давно не было. Может быть, даже супчик. И вот такое вот масло. Кубанский хуторок, 205 рублей. Полкилограмма должно быть. Ну, может быть, 450 грамм. Потому что сейчас как у нас? Цена остается как бы та же, граммы уменьшает. Масса нету. Массы нету крупными буквами. Что-то я не вижу. А, 400 даже грамм. Вот, видите? Поэтому не полкилограмма. Ну, вроде бы такое ничего и даже желтенькое. Так, сейчас иду работать. А еще же купила книжку Мэдадэр. Будем читать. Мэдадэр мне послышала. Мэдадэр. Такие вот в люксе на кассе стоят маленькие книжечки. А мне, мам, Мэдадэр какую-то послышалась. Так, вот такой вот, Грэ, какой-то картинки тут, конечно. Просто экшен. Очень, очень аккуратный. А, вот еще. Да? Ага, вот, Грэ, как он моется тут щетками. Аллилуйя! Если б меня так мыли, мама, я... Я б не знаю. Ты был бы чистенький. Я бы... Я не знаю, что бы сделать хотела. Все, я выхожу на работу. Укропчик уже тут мамуля навязала. Блин, тут так пахнет укропом. Петрушка. И вот мое рабочее место. Поднос. Велень. Руки. Ножницы. И вот такие вот резиночки. Сегодня будем все доедать на обед. Порезала сыр и колбаску. Остатки утки подогрела сейчас. А что-то не... Выкроволновки. Пюре. Нет. Телефон пока наберем почистить. Пюре и борщ еще даже остался. Надо еще сало порезать. Так что сегодня на обед все доедаем. А на ужин папа рыбку нам почистить. Да, папа? У нас сегодня... Как она называется? Сазан? Ты же сказала, рыбу буду чистить. Нет, я просто это сказала. Но я же ее не буду чистить. Вот такая вот редиска у нас выросла. Как она называется? Красный великан? Да. В общем, супер. Редиска. Целая редика. Я ее очищаю от всех вот этих волосинок. Вот этой штукой. И режу. Очень вкусная. Не горькая. Зам. Так, мне тарелку. Вилку, тарелку. Будем обедать. Смотрим в обед. Судьбу человека с Борисом. Вот этим вот самым. И покушали. Сейчас надо все убрать в холодильник. То, что испортится. Потому что у нас тут полный-полный стол. Всего. Потому что это называется доедание. А на ужин будем жарить рыбку. Сейчас уже у нее подточит ножи. Выставила уже в Инстаграм новые фотки Антохины. Они на самом деле были еще сделаны, когда достаточно тепло было. Сейчас я телевизор выключу. Вот этот самый Антошка. Счастливый мальчик. Что ты? Фотографии. Все, в общем, счастливы. Это в садике? Угу. О, несколько уже листьев. А у нас ничего. Да. Так, Гриш, мне надо это потрогать. Вот так вот. Папуля наточил ножи. Сейчас будем пробовать. Значит, любовник дома, да? Пробуй. А что дома-то его нету? Видишь, ножи-то тупые. Ну, сейчас уже есть, значит, есть. Повез. На, попробуй. Да ты попробуй. Да нет, они все. Тебе все равно? Я сиди. Какие тоненькие косачки. Да, потому что хорошо прям режет. Вот. Надо, учись. И куда ты взял яблоко? Иди. Ой, у нас как будто некому съесть. Да. Вот такой у нас сегодня будет балык. Будем делать. В прошлый раз все получилось. Надеемся, что в этот тоже. Толстолобик. Я даже не знаю, сколько же он будет весить. Ну, много. Ветер с моряду, ветер с моряду. У нас супер ветер. Вот наша супер карусель. Пап, она уже крутится? Что? Карусель. А, так она уже крутится. Короче, можно уже садиться и крутиться, да? Класс. Как раз для икры. Глянь, какая. Глянь, какая толстая. Это целый ребенок. Я сала с кукуринь, толщина сада. Это вкусно будет. Ой, это ж полезно. Пожарите. И жир. Нет, это ж мы не пожарим. Икру пожарите. А, икру пожарим. Вы себе пожарите, а мы себе, да? Я, если будете жарить, я по столу не буду. Не, не хотите нам спериться. Ножи наточенных хорошо. А, ты моим красненьким? Да. Ой, слушай, ну крови тут как будто ты не знаю, у кого разделаешь. А топорик тебе надо? Ну да, жарите. Я боюсь позвоночник отнимать. Так, что я тогда несу топорик? Генесист. Ой, какой ветер, бежи. Бежать надо быстрее. Блин, а теперь в этом порядке не могу найти. Навела называется порядок. Теперь топорик здесь не могу найти. Я в шоке. Короче, не знаю, где он. Не знаю. Надо еще раз все внимательно посмотреть. Сынок, где мои бутерброды? Там стоят. Григорий здесь где-то сделал бутерброд. Гриша, что-то сыро. А, нормально сыро, да? Ничего. Я думала, мало сыра. Наши любимые бутерброды с сыром. Сейчас, наверное, сделаю все кофейку. Так, сейчас буду готовить рыбу, вернее, икру толстолобиком. Буду пробовать по вашему, кстати, рецепту. Мне тут писали, как ее приготовить попробую. Мы ее обычно просто солим и перчим и жарим. А тут мне написали разболтать ее вилкой, добавить яйцо, молоко, соль, перец и все это жарить, как блинчики, как я понимаю. Или, в общем, тонким слоем на сковороду, а потом разобрать на кусочки и перевернуть. Посмотрим, что с этого получится. Здесь такой внушительный кусочек икры. Поэтому я думаю попробовать на небольшом кусочке. Сейчас все это отберу от всех вот этих жилок, помою. Ну, не помою, конечно, прям в прямом смысле этого слова, но отберу. Все, что некрасивое и несъедобное. Ну, вернее, съедобное, оно не привлекательное. И все это вилочкой сделаю в небольшой мисочке с молоком и с яйцом. В общем, попробуем. Ну что, у нас сегодня рыбный день. Это как будто, да, целый кусок, я не знаю, задняя часть свиньи какая-то. Мы будем делать балык. Первый раз у нас получилось. Но я не помню, это был первый раз или второй, когда получилось. В общем, получилось с первого раза. Потому что мы ничего не забыли, в смысле не забыли вовремя промыли, вовремя вывесили. Она у нас неделю не солилась. Я все, я тру, руки отрыжу. Так, а я все-таки... Бери по бане, возьмем туда. Так, вот так мы еще будем ее разрезать как-то, эту рыбу? Ну, так, так еще. Нет, вот такими же. Нет, ну, нет, я, наверное, на половинку буду, чтобы в кастрюлю не влезет. Ну да, то есть... Вкусно? Вот же сейчас покажу, что я пожарила здесь. Получился как будто омлет из икры. Здесь яйца, молоко, соль. Нет, это вкус икры есть. Ну да, но все равно такой здоровский, да? Тебе нравится? У нас уже 12 часов, как всегда, каждый день. Если не пряники, то видео никак не могу нормально не выгрузить, не смонтировать. В общем, это какой-то ужас. Сейчас все удалила с компьютера, заново установила. Позвонила мастеру компьютерному. Он там что-то, знаете, как удаленный через тайм. Не помню, как называется программка. Тайм какая-то там синенькая. Он все настроил удаленно. И позвонила в ЮТК. У нас там что-то было со скоростью. Ну не ЮТК. Сейчас это называется уже Ростелеком. Позвонила туда. Там настроили нам вроде бы как скорость интернета. Ну посмотрю, когда автор будет работать, что-то стало не так быстро загружаться страницей. Вот даже если сначала открывать страницу для загрузки, то есть только включить компьютер и открывать, и она уже как-то грузится медленно. И они вроде бы там что-то именно на порту. Ну в общем, сначала позвонила на горячую линию, там 8800, 1000, ровно 800. Ну я не знаю, по всей ли это России или по Краснодарскому краю. В общем, там мне сказали все выключить с розетки модем, потом подождать. Потом сказали включить, все загрузилось. Потом мы проверили в каком-то там test.net. Spine test, что-то такое. В общем, яндексе набрала эту программку, проверила скорость интернета. Было 3 мегабиты в секунду, а должно быть около 7. Вот. Потом переключили на наш местный уровень. Так что я думаю, наверное, это горячая линия по России. На местном уровне там что-то поклацали. Поклацали, вроде бы стало нормально, но завтра я еще хорошо поюзаю, посмотрю. Тогда будет точно понятно, что и как. Вот. А рыбу там мои мужчины засолили. У нас тут вечером был просто супер. Столько народу, родня приезжала. Потом еще с каратэ девочка приезжала. Каратэ сегодня не было. Свет отключили в школе. Гриша уже поехали в Сержуни. Сержуни на волейбол. Гриша на каратэ. И вернулись. Вернее, родня привезла Гришу. Забрала его по дороге. Ой, простите. Я знаю, что вам не нравится, когда я зеваю. И у меня куча вообще вредных привычек. Но я же живой человеком. Значит, соль мне хочется спать. Так что сейчас последняя попытка выставить видео. Блин. Я в шоке. Надеюсь, что все наладится, все настроится. Сейчас пойду все смотреть. А рыбу, кстати, просто засыпали солью. Вот эти вот большие куски Сержуни я их нарезал. Да, такие, которые бы могли поместиться в кастрюлю. И засыпал солью. Должна солиться трое суток балык. Потом, то есть это получается вечером. Мы его засолили. Трое суток пройдет. И будет субботу вечером. Мы его будем на ночь зальем водой. Два раза поменяем. Холодно, естественно. И будем уже тогда вывешивать в воскресенье утром. В общем, покажу тогда уже точно. Все. Теперь все. Идем отдыхать. Пока. Пока.